Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта СБА Вязальна, где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Хочу вас спросить, а знаете ли вы, какая основная задача вязальщик? Задумались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? В самом деле, задача вязальщицы – это связать изделие, которое заказал заказчик. Связать его аккуратно, быстро и в соответствии с пожеланием заказчика или его эскизом. Но при выполнении этих простых правил возникают ошибки, которые приводят в нашу жизнь потери, нервные расстройства и нежелание заниматься любимым делом. И ошибки человека, который вяжет на заказ – это не предупредить о том, как будет выбранная заказчиком модель выглядеть на его фигуре, на заказчик. Потому что очень часто получается, что приносят вам журнал, в котором девушка 44-го размера, а приходит тетенька 56-го размера. Поэтому задача, несмотря на присутствие эскиза и требования заказчика, чтобы была выполнена ровно такая модель, задача исполнителя все-таки предупредить, что изделие будет смотреть не так, чтобы не было потом разочарования, что изделие не устранило до 44-го размера. Но есть противоположная ошибка, когда навязывает свое мнение заказчик. Заказчик к нам приходит со своим мировоззрением, со своим опытом, со своим окружением, в котором они живут, в котором есть нормы. И если изделие будет выходить за рамки приличия этого общества, то заказчику будет некомфортно. И поэтому задача мастера не навязывать свое мнение, выслушать заказчика, что он хочет, как он понимает, как он видит это изделие. И если мастер понимает, что здесь есть явное противоречие между фигурой, пряжей, эскизом и самим заказчиком, стоит сложная задача, не навязчиво объяснить о том, как в дальнейшем это будет выглядеть, чтобы заказчик стоил на утверждение своих требований осознанно. Не потому, что ему так показалось или он так думает, а потому, что он предупрежден о возможных последствиях. Одна из ошибок – это все-таки идти на поводу у заказчика и открывать возможные результаты того, что заказчик получит не то, что нарисовано на его эскизе. Потому что может быть использована пряжа другого качества, другого состава. Изделие может быть связано на другой вязальной машине, которая будет создавать изделие более рыхлое, либо более плотное. Из-за разницы в пряже изделие может быть текучим и не будет держать форму. Поэтому все вот эти нюансы должны перед началом вязания быть определены и письменно зафиксированы на бумаге, чтобы потом не оказалось, что я так не предполагал, что такие проблемы будут. И, конечно же, при передаче заказа, а еще лучше в момент обсуждения, рассказать об уходе за вязаным изделием. Потому что дизайнерские вязаные вещи не хранят на вешалках, не стирают в стиральных машинах, не гладят открытым утюгом, не сушат на сон. Поэтому, если вы хотите начать вязать на заказ, то начинайте с простых изделий. Именно на изделиях, которые не смогут вывести вас такой негатив, что вы дадите за рог больше никогда не вязать на заказ. Шапки и шарпы – это как раз те дизайнерские изделия, на которых можно начинать тренировать свои навыки общения с заказчиком. У вас уже есть клиенты, но нет идей для вязания. И вы каждый день листаете страницы соцсетей в поисках идей для копирования. Вы видите красоту, которую вяжут спицами. Вы встречаете фото изделий мастеров машинного вязания, но не понимаете, как это сделать на машине. Да, это трагедия. Но если уровень вашего мастерства еще не таков, чтобы копировать чужое изделие, или на себя, или для заказчика, или время переработки этого изделия на себя слишком велико, то вера в себя падает. Как и падает желание вязать это изделие. А хотите вы получить схему, как канву, на которую вы будете нанизывать свои узоры и идеи, и продавать. Приходите на наш марафон, ведь чем позже вы присоединитесь, тем меньше у вас будет времени для выполнения заданий, потому что марафон имеет ограниченное время для выполнения заданий. Стоимость участия в марафоне – 1000 рублей с доступом к рассмотру на один месяц от начала марафона. Вступайте в группу марафона и оплачивайте участие. По окончании марафона вы можете купить запись. Все ссылки находятся под этим видео. Марафон машинного вязания «Шарфей» – это тот курс, который поможет вам выработать навыки вязания простейших дизайнерских изделий. Любые ваши вопросы и пожелания пишите на почту «Постисбовязальный.рук», который находится под этим видео. Если вам нравятся наши вязальные проекты, нажимайте, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!